Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Глены Красной, и сегодня у нас первый мой обзорчик в новом 2022 году. Это обзор на новинку от Carout, замечательной китайской компании, которая делает очень хорошие аналоги Лего. Это новиночка на их последний пак по Звездным Войнам. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзор на все новинки Лего и его аналогов. Приятного просмотра! Пак получился достаточно разносторонним, ну разнообразным я имею ввиду по мини-фигуркам. Там у нас, как всегда, 8 мини-фигурок, зачем-то они впихнули в этот пак дополнительно темных штурмовиков, не знаю зачем. В общем, там было 8 мини-фигурок, я взял всего лишь 2. Объясню почему, потому что мне не всегда хватает, честно говоря, бюджета моего на обзоры, именно на все мини-фигурки, которые там есть. Да и не все я всегда хочу взять, то есть, например, тот же Мов Гидуон у меня уже есть, некоторое количество он мне не нужен. Люк Скайуокер мне показался там абсолютно не каким-либо привлекательным мне, чтобы типа делать на него обзор, мне понравилось вполне и от ВМ или от Ксин в предыдущем моем обзоре. Там был также Боба Фэтнос по сериалу Мандаловец, тоже в объемной броне, тоже не особо понятный, какие-то там приколюхи у него новые, ну не зашел мне. И там был очередной Палпатин тоже уже, у меня он есть, но он там был в красном, единственное, что в красном одеянии, вот. Единственное, что мне там было реально интересно, это клон Артиллерист, который у нас был в Мародёре по Орегонабору. Интересно, ну такой интересненько мне его посмотреть, у меня здесь есть наплечник такой, с печати на ткани. И Омега, вот это было очень для меня интересно, так как у меня есть, естественно, бракованная партия, вы это видели, знали, кто не знал, там будет ссылочка на обзоры. Вот, интересна была Омега, потому что это первое вообще ее воплощение в виде мини-фигурки Лего, и именно аналог, оригинал, ничего подобного не делал, и вообще навряд ли ее что-либо выпустит. И вот именно она мне была очень сильно интересна. Также там была Феникс Шант, я не стал ее брать, возможно, я об этом жалею, может быть, ее стоило здесь вам показать, потому что не все смогут себе ее позволить. Она на данный момент есть лишь в Шаттле, в Шаттле, в Звездном Корабле Мофагедона. Возможно, она появится также в наборах про сериал Книга Боуфета, но об этом чуть позже. В общем, взялось уже две мини-фигурки. Пришли они быстро, две с половиной недели. Стоят они уже дорого, больше 100 рублей где-то. Не сильно дорогие, не 170, но 150, где-то 110, 120. В общем, давайте-ка мы их скроем и посмотрим на них. Вот, и как я люблю говорить, забегая немножко вперед, скажу вам, что фигурки очень достойные, очень хорошие, мне очень нравятся. Давайте мы начнем с замечательной мини-фигурки Омеги. Ну, кто не помнит, я напомню вам, что данный персонаж у нас впервые появился в мультсериале «Бракованная партия». Это у нас Омега, девочка, клон Джанго Фетта. То есть это, по сути, у нас сестра Боба Фетта. Достаточно интересный персонаж. Была, скажем так, на нее зациклена история «Бракованной партии». Вот, и что я хочу вам сказать, это у нас первое LEGO воплощение, пускай в виде аналога. Оригинал у нас еще даже не чесался. Я, кстати говоря, делал кастомную версию данного персонажа, ссылочка будет здесь, можете перейти, туда тоже оценить, посмотреть. И что я вам скажу сразу, мне она обалденски понравилась. Она реально крутая. У нас, естественно, принты в круг. Они очень хорошие, очень хорошего качества. Также хочу сказать всем хейтерам, которые говорят, что китайское LEGO все равно плохое. Скажу, что пластик здесь хороший, очень хороший по качеству и не воняет. Лично нюхал, проверял. Вот, очень все хорошо, очень мне нравится. Такая очень отличная каменьянская одежка. Сто процентов подойдет для каких-либо кастомов. Вот, прям, вот идеально подходит. Можно несколько брать, там, делать, может быть, даже каменьянцев. Идеально просто. Отличнейшее у нас лицо, очень похоже, к сожалению, у нас одно выражение лица, к сожалению. И, как вы видите, непонятен мне выбор прически вообще. То есть, это что-то такое интересное, невообразимое. Но у него в мультсериале не было такое. Конечно, они попытались передать. Здесь бы подошло другое, конечно, наверное, вот от плотина такое, она более приближенная. Но вот у меня есть два варианта. Можно попробовать. Мне кажется, они... Ну, как минимум, вот это больше похоже на оригинал, да? Или же... Или же... Или же вот это, да? Ну, предыдущий, мне кажется, лучше. Ну, ладно, мы оставим пока в оригинале. Может быть, я сделаю кастомную версию с вот этими желтыми волосами. Очень фигурка похожа на ее версию из мультсериала. Очень все мне нравится. Мне нравится, что положили аксессуары Blaster DC17. Вот, и прикольно, что здесь ноги именно... Ножки не полностью такие маленькие, которые не сгинаются, а вот такие, которые сгинаются. Вот, отличнейшая мини-фигурка. Я ее рекомендую. Вот коллекция моей бракованной партии. Это прям топ. Вот рядом поставлю, соберу и потом еще поставлю к шатлу. В общем, огонь. Следующая у нас мини-фигурка. Это у нас штурмовик артиллериста, засветившийся в сериале Мандалорец. По-моему, во втором сезоне он появился. Вот, это у нас, естественно, штурмовик с объемной броней, но я уже устал ее прикреплять. Мне нравится без нее. Вот, молодцы. Видно, что справились, да? Принты хорошие. Пластик тоже хороший. Принты прям очень мне сильно понравились. Интересно. Видно, что... Видите, что шлем у нас другой. Если сравнить с оригинальной версией, то видите, да? Шлем у нас еще здесь справа старый. Оригинальная версия выглядит вот так. Здесь, естественно, принтов больше и до кучи, и везде. Единственное, что мне не понравилось, это вот наш плащик. Фонни-плащик, а полудрон. Вот этот. Здесь он какой-то... Ну, видимо, ткань не подобрали. И краска, видите, как легла на ткани, она какая-то шершавая. Но не очень. Я думаю, будет хорошая. Я думаю, вот ради вот таких штучек понакупать аксессуаров своим клоном. Но что-то мне не понравилось. И также мне непонятен выбор коров. Нам положили сюда винтовку 10-15С. Или А, или Л. Я уже запутался. В общем, а не я 11-го. Непонятно. Но качество хорошее. И под шлемом у нас старое лицо клона еще такое. Ну, ребята делают такие. Ну, в общем, огонь. Вообще хорошая фигурка. Мне очень нравится. Так, ну и по итогу могу вам сказать, что коров молодец. Вообще все свои ожидания полностью оправдывает. Не подвели. Мне очень нравится. Сто процентов рекомендую эти мини-фигурки. И также, наверное, порекомендую вам другие мини-фигурки из пака. Я думаю, что они точно такие же по качеству. Хорошие. Старт продаж прошел. Фигурки уже давно продаются. Советую. Ну, 10 из 10. Мне очень понравились. Особенно Омега. Прям вот интересная мини-фигурка. Ребята, мне на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, колокольчик. И вступайте в группу ВКонтакте, где мы выкладываем все новинки Лего и его аналогов. Всем пока. Продолжение следует.